МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Барнаульские безработные надеются на положенные выплаты. Быстрее и проще бессимптомных больных коронавирусом теперь наблюдают онлайн. Волнуются ли барнаульские родители из закупленных путевок в детские лагеря? Плюс 33. Настолько за сутки выросло число заболевших коронавирусом в Алтайском крае. А на карте теперь есть Рибрихинский район. Там зафиксировано трое больных. И Благовещенский там инфицированных двое. Максимальное число новых случаев приходится на Барнаул. 14 человек. На Змейногорский район 9. На сегодняшний день общее число заболевших 588 человек. Пополнят ли список вахтовики из Якутии, самолет с которыми, по предварительным данным, прилетит 10 мая. Министр здравоохранения региона и представитель местного Роспотребнадзора сегодня заявили, что домой едут люди здоровые с отрицательными тестами на коронавирус. Напомним, ранее речь шла о вспышке заболеваемости на Чаиндинском месторождении в Якутии, где в том числе работали десятки жителей Алтая. Вахтовиков ждет еще один осмотр на базе новоалтайского госпиталя и тест на коронавирус. При отсутствии клинических проявлений и подтвержденных отсутствия анализов изначальных коронавирусной инфекции будут они размещены у нас в обсерваторе. Обсерватор готов. Порядка как минимум сегодня 120 мест. Это в отдельно стоящем корпусе. Весь комплекс более 300 мест сегодня имеется. Если вирус обнаружат, вахтовиков ждет лечение. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции в регионе вылечились 110 человек. Умерли трое. Погибших рекомендуют кремировать, сообщаются в Роспотребнадзоре. Но решение остается за родственниками умерших. Естественно, при этом должны быть соблюдены определенные правила. Должно быть минимизировано количество человек, участвующих в церемонии. Групп должен быть закрыт, поскольку инфекция передается контактным путем, воздушно-капельным путем. Кроме того, что гроб закрытый, в принципе, захораниваются на обычных кладбищах. А между тем, как отметил краевой министр здравоохранения региона, большая часть инфицированных переносит вирус достаточно легко и бессимптомно. Именно поэтому в регионе уже несколько дней, как запустили онлайн лечение коронавируса, в Барнули открылся первый в край центр для дистанционного наблюдения за больными COVID-19. И по словам врачей, с таким форматом выздоравливают быстрее. Разбирался Никита Ермаков. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Министерство здравоохранения. Утренний онлайн-обход. Терапевты и педиатры телемедицинского центра теперь вот так наблюдают пациентов с COVID. Бессимптомников по показанию врачей перевели на домашнее лечение. У нас есть контакты пациента. Мы ему звоним, представляемся и объясняем, что мы с вами будем взаимодействовать на протяжении 12 дней. Давайте определим удобное для вас время для контакта, и мы будем с вами отрабатывать ваши жалобы. Это консультативная мера, но ведь большая часть нашей пациенты приходят в поликлинику как раз за консультацией. Поэтому на протяжении 12 дней мы можем использовать современные технологии, осуществлять вот такой вот мониторинг дистанционный. Врачи ежедневно звонят 20 пациентам. К счастью, пока цифра не растет. Этот центр первый в крае, и сегодня третий день, как работает дистанционный формат наблюдения. Удобен он в первую очередь самим пациентам и врачам. К тому же, добавляют медики, если пациент ответственно находится под наблюдением, то лечение проходит быстрее и для него, и безопаснее для окружающих. Ведь если человек с COVID самоизолирован дома, то он уже не сможет случайно заразить, например, соседей по палате, или медперсонал. Ну, в общей массе, конечно, пациенты понимают это, понимают, что самоизоляция необходима. Но изредка могут такие пациенты встречаться, которые негативно относятся, пытаются даже избегать этого контакта. В таких случаях мы, конечно, можем даже, если в более тяжелых случаях, привлечь даже милицию. Если иногда слышим, что пациент не соблюдает режим, как мы это можем определить? Допустим, во время разговора с ним слышим шум проезжает, еще транспорт или что-то такое там. Добавим, что у большинства пациентов коронавирус проходит бессимптомно. Их выявляют при обследовании родственников с COVID. А сколько еще не обследованных может быть вокруг? Тех, кто гуляет по городу и даже не задумывается о потенциальной опасности для окружающих. На фоне растущего числа инфицированных врачи советуют все-таки соблюдать самоизоляцию. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. Ситуация с вирусом становится серьезнее с каждым днем. Вот только люди, в том числе в Барнауле, пренебрегают даже минимальными мерами предосторожности, например, масками. О них на пресс-конференции министра здравоохранения тоже шла речь. Нужно ли носить маски обязательно? С этим согласны не все барнаульцы. Масочный режим обязателен. Регионы страны постепенно принуждают своих жителей соблюдать хотя бы элементарные меры защиты. Накануне в их число вошел соседний горный Алтай. В нашем крае заявления о масках пока не делали. Люди делают выбор сами. Я просто как в возрасте, так я боюсь, например. Ну я раз в неделю я выхожу все равно, но с маской. Но я сейчас ее сняла, потому что я уже ходила тут в аптеку. Я вот хожу с маской. Считаю, что нужно. В обязательном порядке. Вы носите маски? В обязательном порядке. Страшно иногда на улице находиться, особенно в общественном транспорте ездить. Это действительно. Когда утром едешь на работу и 20 человек стоит с тобой лицом к лицу, это страшно. Но половина опрошенных уверены, маски не нужны, а масочный режим тем более. Нет. Я не верю вообще в этот коронавирус. Думаю, что нет. Просто я отношусь к этому немного по-другому. Не, не надо. А потому что это обыкновенная, никакого пандемии нет. Все нормально. Все будем живы и здоровы. И вам здоровья. Но если раньше такое отношение к собственному здоровью можно было объяснить дефицитом защитных средств, то сейчас практически в любой аптеке маски в наличии. Маски вот такой вариант у нас привезли сегодня. 50 штук, 109 рублей. Идет вот такая упаковка из 10 штук и такая упаковка из 5 штук. Сколько есть? Здесь получается 5 штук, 158 рублей и 10 штук, 317 рублей. Если вы все-таки вынуждены выходить из дома и посещать общественные места, то делать это лучше в защитной маске. Ведь сейчас ее можно купить практически в любой аптеке города. И, кстати, продают маски уже не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах все в наличии. С 12 мая масочный режим планируют ввести в Крыму, Московской и Челябинской областях. Роспотребнадзор Алтайского края, а наш регион занимает 4 место по Сибири в рейтинге по числу заболевших, также сделал заявление о необходимости введения такого режима. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам. Тысячи жителей Алтайского края попали под сокращение и пытаются получить деньги через прокуратуру. Уволенные штурмуют центр занятости населения в попытке добиться обещанных президентом выплат. Получается ли, узнавала Валентина Аскерова. Девушка, которая мониторит сайты по поиску работы, Юлия Яковлева. О ней мы уже рассказывали в одной из наших рубрик. До пандемии коронавируса она неофициально работала на фудкорте в торговом центре. В конце марта ТРЦ закрыли на карантин. Ее рассчитали и указали на дверь. Юлия понадеялась на пособие по безработице, о котором заявил президент. Но соцслужбы быстро вернули девушку на землю. Я задала вопрос. Я говорю, вот я работала в ИПМ, торговый центр. Нас закрыли. У меня ребенок, говорю, четвертый год. Но я не мать-одиночка. То есть как бы так получилось, то, что с мужем в разводе. И нам что-то полагается. Она сказала, все вопросы к вашему работодателю, разговаривайте с ним. Как бы мы вам ничем не обязаны, но вы, скажем так, обязаны сидеть сейчас дома. Все. А на что сидеть, на что жить? То есть эти вопросы остаются по сей день нерешенные. На что жить таким, как Юлия, и на какую помощь рассчитывать, мы попытались узнать в трудовой инспекции края. Написали запрос, комментарии ждем уже месяц. А Юлия все это время ждала ответа от Центра занятости и социальной защиты, куда направила необходимый пакет документов. Тишина, тишина, тишина. Я все звонила, везде отписки, 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 и никто толком ничего внятного не сказал. Ну, как говорят, никто вам ничем не обязан. Все как в прошлый раз. Затем я просто обратилась в прокуратуру. С помощью прокуратуры, как бы вот, соцзащита. Сегодня вот отзвонились, тоже попросили справочки дополнительные. Хотя я уже отправила давно, то, что как бы нуждаюсь хоть в какой-то материальной помощи. Несколько дней назад и Центр занятости признал Юлию безработной. Так как она не была трудоустроена официально, пособие у нее не размером рот, а минимальное – 1700 в месяц. Но из-за них пришлось побороться. Люди жалуются в прокуратуру или не доходят все-таки до этого? Ну, я пока не слышал. Люди звонят на горячую линию, просто волнуюсь, что им никто не звонит. На горячую линию мы отвечаем, зайдите в личный кабинет, там все комментарии есть. Пока мы записывали комментарий замдиректора, зайти в Центр занятости попытались десятки человек. Закрыто. Прием ведется дистанционно через портал «Работа в России». Но люди все равно приходят сюда. Сокращение в связи с карантином. Где работали? На ОВЗ. Насколько я знаю, 500 человек сократили. Это только в предыдущем месяце. Еще в этом месяце столько же будут сокращать. Я вот только первый раз сюда сейчас прихожу и вот узнаю, что у них не работает. У меня через электронный, ну, через интернет нет возможности собрать пакет документов. Я собрал как вручную все копии. Ну, вот пытаюсь, сказали, отпустить в ящик. Написать, что именно сокращен я, что по сокращению. Свяжутся, не знаю, на что надеяться даже. Только в апреле за пособием по безработице обратилось свыше полутора тысяч барнаульцев. В ведомстве добавляют, 70% из них потеряли работу задолго до пандемии, за год 3-5. И на мрот, он полагается тем, кто остался без работы после 1 марта, претендует только треть обратившихся. Но, как показывает история Юлии Яковлевой, и то при официальном трудоустройстве. Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком. Свои выплаты положены и не всем предпринимателям, хотя деньги есть. Федеральный центр по распоряжению президента выделил средства для помощи бизнесу. Мы узнали, как сами предприниматели относятся к поддержке от государства и как можно добиться большей справедливости. 15 миллионов рублей на восстановление малого и среднего бизнеса в крае. Деньги от федерального правительства придут в регион в течение месяца. Приказ подписан премьером Мишустиным. Это как раз та помощь, которую обещал предоставить президент в одном из обращений. Предприятия получат по мроту на каждого работника, то есть по 12 130 рублей. Размер субсидий рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек, сам индивидуальный предприниматель. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидий будет равен 12 130 рублей в месяц. Но чтобы ИП получил пару мрот, нужен верный АКВЭТ. Последняя пуля в шрапнеле аббревиатур это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Если по АКВЭДу ваш магазин занимается продажей парфюмерии, то помощи вы не получите, потому что эта деятельность не входит в список пострадавших отраслей. При этом, если ваш конкурент тоже продает духи, но по АКВЭДу его магазин назван не парфюмерным, а специализированным, он получает все виды поддержки. Поэтому нужно просто расширять список тех, кому нужна помощь. Так считает Евгений Шляков, председатель комитета по законодательству и праву Алтайской торгово-промышленной палаты. Все-таки хотелось бы этот список расширить. Это то, что интересует бизнесменов. То есть по секторам бизнеса бить. Либо более понятно расширять АКВЭДы, например. И тогда уже, если бизнесу дают правила игры по аренде и расширяют виды пострадавшего бизнеса, чтобы этим можно было воспользоваться большому количеству бизнесменов. Это кредитные каникулы, чтобы бизнесмен при наличии необходимости мог отсрочить уплаты. Субсидирование процентной ставки по кредиту. Это очень большой объем денег, но что закредитованность бизнесменов очень большая. Например, закредитованные, как и все прочие косметологические клиники, они тоже когда-то не угадали с АКВЭД. Все медицинские организации, оказывающие услуги косметологии, приостановили свою деятельность. Однако АКВЭДы, по которым осуществляется деятельность клиник, не внесены правительством Российской Федерации в список пострадавших отраслей экономики. Никакие меры поддержки не распространены на клинике. При этом мы сохраняем свой штат, не отправляем работников в отпуска без сохранения заработной платы. И зачастую только с помощью личных займов. То есть, получается, чтобы заплатить государству НДФЛ и страховые взносы, мы берем кредит. Так какая это мера поддержки? Косметологические клиники, как и остальные медорганизации, закрыты и пока не знают, когда оставшихся в строю вернут к работе. А может, государство и не заметит потери бойца? Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. А представители другого бизнеса пока верят и надеются, что их работа и заработок не сорвутся. Совсем скоро должен начаться сезон летнего детского отдыха в лагерях. Часть родителей уже забронировали и выкупили путевки как в лагеря Алтайского края, так и за его пределами и даже за рубежом. Но состоится ли открытие сезонов вовремя и вернутся ли путевки тем, кто не попадет на смену из-за карантина? На эти вопросы ответы искала Полина Жданова. По 55 тысяч рублей за путевку на зарубежный фестиваль отдали Наталье и другие родители участников театра танца Иванда Мария. Это было еще до начала карантина. После объявленной пандемии коллектив отказался от поездки в Турцию и попросил организаторов вернуть деньги. Но это оказалось непросто. Почему-то нас динамят и деньги не возвращают. И по сути дела сказали о том, что не ждите деньги быстро. Руководство коллектива ведет переписку с представителями конкурсными, но они деньги не возвращают. На сегодняшний момент мы 5 марта написали отказ, сейчас уже 6 мая и денег нет. Ответ организаторов – туроператоры не делают возвраты. Обращайтесь в суд. Родители, которые купили путевки в летние лагеря в разные уголки страны, тоже опасаются подобного исхода в случае, если карантин продлят на июнь. Представители детского туризма региона успокаивают. Деньги вернут. Нужно написать заявление на имя директора лагеря и приложить реквизиты для возврата. В течение 20 дней их перечислят. В случае, если по какой-то причине в этот промежуток времени родителям не были возвращены денежные средства, они могут обратиться на горячую линию по организации летнего отдыха для того, чтобы мы помогли им разобраться с данной ситуацией. Руководители лагерей и педагогические отряды мыслят позитивно и верят, что в начале лета к ним все же приедут первые дети. Территории летних учреждений готовят с начала апреля. Во время самоизоляции вожатые обучаются онлайн, слушая лекции и выполняя домашние задания. Об особенностях разного возраста, как найти контакт с напарником или сформировать авторитет у детей и многое-многое другое. Мы ждем детей в нашем лагере, готовим его, убираем, ремонтируем корпуса, проводим текущие работы, скоро будет проводиться агарицидная обработка, то есть все работы в полном объеме. Возврат путевок чаще всего происходит из-за болезни ребенка и изменения семейных обстоятельств. На возвращенные места приезжают дети из резерва, которым изначально путевки не достались. На сегодняшний день в регионе продано около 11 тысяч путевок. Вернули из них 311. Первые заезды в летние детские учреждения при благоприятной обстановке начнутся с первых чисел июня. Полина Жданова, Николай Шелко, День с толком. Что бы ни случилось, мы готовы. В мэрии заявили, что просчитывают развитие любой поводковой ситуации в поселке Затон. На днях там поднялся уровень воды и уже заметны подтопления. Как Затон готовится к большой воде, расскажет Ирина Корчагина. Понтонный мост – это единственное, что сейчас соединяет почти полсотни жителей острова Шубинский с поселком Затон и Барнаула. Недалеко отсюда есть дамба, но она уже затоплена, а значит большая вода совсем близко. Хотя в мэрии надеются на благоприятный исход. Несколько дней в Катуни и в Би фиксировали прибавление воды, причем значительное – на 20-30 сантиметров в сутки. Теперь эта вода дошла до краевой столицы. Накануне в Аби уровень прибавился на 16 сантиметров. Администрация, в принципе, готова к развитию любого сценария, который бы не произошел у нас с вами. Но считаем, что в ближайшие дни рост воды будет. Два-три дня надо особо понаблюдать здесь над Затоном. И я думаю, что и здесь вода начнет все-таки падать. На случай паводка в поселке уже определены 4 пункта временного размещения. Подготовлен водный транспорт. По словам Франка, к большой воде Затон начали готовить уже в феврале. Проинформировали жителей, увеличили дамбы. Не так давно мы рассказывали вам о том, что в поселке установили новый оградительный вал. Ко всем этим мероприятиям местные относятся скептически. Их смывает просто. Ну вот там вот сыпали. Просто смыло и все. Зато жители не теряют оптимизм. Просто привыкли к такой жизни. Говорят, главное, чтобы не выросли жабры. Население как бы видит информационные стенды. Информация размещается. То есть настроена позитивно. Ну как бы вроде живем. Нас никто не информировал. Мы живем, живем спокойно. Будем ждать. Или большой воды, или маленькой. Все получится. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. На этом я с вами прощаюсь. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время. Ну а дальше прогноз погоды. Спонсор – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...